Лев Грановский, автор этих снимков, пришел к фотоискусству, имея за плечами большой жизненный опыт геолога-ученого. С научными экспедициями он побывал на Крайнем Севере, Камчатке, в Казахстане и Забайкалье. Потребность запечатлеть увиденное со временем переросла в серьезное увлечение фотографией. Снимать реальное металлургическое производство оказалось сложнее, чем любой из вулканов. Значительно сложнее. Съемка вулканов по сравнению со съемкой завода – это занятие для кружка юных фотографов. Вулканы снимают все, так производство в мире никто не снимал, и я не думаю, что довольно быстро кто-нибудь снимет. Тут гигантский разброс яркости, гигантский, быстрое движение, вибрация цеха под штативом и так далее. Открытие выставки сегодня не случайно. Приуроченная огню металлурга она в полной мере отражает пламенное сочетание игры природы и тяжелого, но при этом восхитительно красивого труда столеваров. Нашелся человек, который смог не только отметить красоту природы, стихию, мощь, но и запечатлеть. При наличии той одежды, той формы, которую металлурге выдали, появятся новые замечательные шедевры. И если город чем-то может помочь, то лично я к вашим услугам, потому что такую красоту нужно формировать и подарить ее людям. Фотовыставки Льва Грановского уже покорили искушенного московского зрителя. Теперь и сами металлурги могут взглянуть на свою работу со стороны. Мы все время заняты решением каких-то проблем, повышением эффективности, улучшением качества и многими-многими другими производственными вещами. И мы совершенно не замечаем вот этой красоты. Когда на эти картины я первый раз посмотрел, конечно, они вызывают удивление. Уже в кулуарах, если можно так сказать, обменялся с некоторыми коллегами. Все удивлены. Во-первых, насколько это красиво, насколько это показывает мощь и красоту нашей профессии. И насколько это соответствует удивительному и загадочному природному процессу, коим является извержение вулкана. Фотографировать действующие вулканы – развлечение не для слабонервных. Для того, чтобы при этом чувствовать себя защищенным от случайных козней природы, для художника подготовили специальный жаропрочный костюм. Я слышал, что на одной из своих поездок на вулканы, как мне сказали, вы сожгли обувь или какую-то часть одежды, потому что была высокая температура. Я хотел бы вам сегодня подарить полный наш настоящий металлургический защитный комплект. Вот сейчас мне их дадут. Который вам позволит чувствовать себя в полной безопасности. Вот видите, такое все с пропиткой, все такое настоящее и милное. Чтобы вы всегда чувствовали себя безопасно и заботились только о творениях, а костюм позаботится о вашей безопасности. В 2011 году 9 раз Лев Грановский приезжал в Череповец, чтобы сделать эти фотографии. В не самом простом труде ему помогали самые обычные работники завода. Мне бы хотелось поблагодарить рабочих завода, которые много и подолгу меня терпелись. Как оказалось, терпели не зря. В Череповец привезли больше 40 работ фотохудожника, посмотреть на которые могут даже далекие от металлургического производства горожане. Удивительная выставка, так точно передающая сочетание пламенной стихии природы и стального труда, будет открыта в Ледовом дворце до 20 июля. Семен Мануйлов, Игорь Лапшов, информагентство Череповец.